Каждый человек потеет. Это естественный процесс, который нужен для регуляции температуры тела. Обычно больше пота выделяется в жаркую погоду, при сильном стрессе или приеме горячей и острой пищи. По словам специалистов, если процесс приносит человеку физический и психологический дискомфорт, то здесь уже речь идет о заболевании. Состояние сильной потливости врачи называют гипергидроз. Выделяется жидкость, появляется неприятный запах. Бороться с проблемой помогают антиперспиранты. Они содержат соли алюминия, которые сужают потовые железы, не давая влаге выйти наружу. В результате подмышки остаются сухими долгое время. Также существуют дезодоранты. Их действие направлено на устранение неприятного запаха. В состав входят компоненты, которые останавливают размножение бактерий. Есть и универсальные средства – дезодоранты-антиперспиранты. Кажется, что покупая флакончик с такой надписью, можно решить сразу две проблемы – сохранить кожу сухой и избавиться от неприятного запаха. Но так ли это безопасно? Однозначного ответа, к сожалению, нет. 100% действия антиперспирантов и дезодорантов не может приводить к раковым заболеваниям. Но сочетанные, скажем так, проблемы, применение гигиены, питание и дополнительные нарушения в организме может быть в совокупности факторов что-то отдаленное и может быть. Сегодня средства против пота выпускают в разных формах – аэрозоли, шариковые, стики, гели и другие. Специалисты отмечают – у каждого средства есть свои плюсы и минусы. Например, шарик мгновенно убивает неприятный запах, не сушит кожу, но оставляет белые пятна на одежде. Другое дело – спрей. Он легко наносится, не закупоривает поры, имеет легкий приятный аромат. Однако помогает справиться с проблемой лишь на короткое время. Есть еще третий вариант – стик, твердый дезодорант в формате карандаша. Он не имеет ярко выраженного запаха, подходит аллергикам. Однако его частое использование может привести к пересушиванию кожи. Какой бы формат вы не выбрали, средства нужно правильно наносить. Это делается только на сухую и чистую кожу. Если решили воспользоваться им спустя несколько часов после душа, то результата ждать не стоит. Есть и более радикальные методы борьбы с потоотделением – уколы ботокса. Процедура недолгая, там длится буквально пару минут, и результат уступает через неделю в среднем, и длится около 6-7 месяцев, а бывает даже и год. Это может быть не только зона подмышек, избыточная по сети, это может быть и ладошки, это могут быть и стопы, и даже волосистая часть головы. Чтобы уменьшить неприятные ощущения, перед началом процедуры на проблемный участок кожи наносится обезболивающий крем. Для того, чтобы средство подействовало, нужно подождать 15 минут. Процедура совершенно безболезненная. Иголочка входит буквально на срез, на полмиллиметрика. Принцип действия ботокса простой. Препарат разрывает нервно-мышечную связь. То есть мышцы снабжаются кровью, но перестает сокращаться. Результат – человек не потеет. После процедуры следует соблюдать ограничения. На две недели придется отказаться от посещения сауны, солярия и ограничить прием алкоголя. Специалисты предупреждают, в период беременности и кормления грудью делать процедуру нельзя. Также есть еще один способ. От запаха он, конечно, не избавит, но зато поможет скрыть следы от пота. Вот такой вкладыш. Мы его приклеиваем с внутренней стороны одежды. Те же действия и со второй подмышкой. А сейчас мы проверим, как это работает. Немного воды. И теперь смотрим. Все сухо. Эксперты отмечают, летом лучше выбирать одежду из натуральных тканей. Например, хлопка или льна. Синтетика не дает телу дышать и не впитывает пот с поверхности кожи. Также нужно позаботиться и о своем рационе. Исключить кофе, сладкую газировку и острую пищу. Ксения Баканова, Константин Головин. События.